Общую ситуацию по непатриотичному воспитанию в Харькове, в Харьковских школах Алла Иванова, бывший завод школы номер 2. Я попрошу вас. Да, ну чтобы нам построить конструктивно нашу беседу, давайте, наверное, оттолкнемся от девиза, да, по которому, если жить по-новому, должны происходить все кадровые назначения. Это трипы, да, которые муссируются. Патриотизм, порядочность, профессионализм. Ну, мы сегодня возьмем два пункта, патриотизм и порядочность. Но это уже стало не секретом для харьковской громады, что в харьковских школах происходят вопиющие случаи проявления сепаратизма. Если сказать более конкретно, сепаратизм в Харькове, он имеет такой латентный характер, но иногда такие появляются яркие вспышки. Ну, мы все хорошо знаем 136-ю школу, да, когда директоры ЗАУЧ выехали на семинар в Белгородскую область, сфотографировали с георгиевскими ленточками на фоне портрета Путина и Медведева. Был скандал, все это затекло, департамент там занивелировалось, директора осталось на месте, ЗАУЧ осталось на месте, все прекрасно. Но мне проще и моим коллегам, родителям говорить о второй школе, потому что я там работала с 98-го года по 2014-й, я была уволена. Я вам несколько просто фактов, чтобы не занимать долго у вас время. Ну, во-первых, начнем с того, о каком патриотическом воспитании может быть речь и патриотизме. Если вот перед вами ролик YouTube выложен, съезд Юго-Востока, речь Хернеса, и перед вами в левом углу, в нижнем, это директор второй школы, Рогова Ирина Петровна. Вот собственные персоны, нижний левый угол. Ну, это так, для начала, да, о таком патриотизме. Человек пришел на съезд, чтобы отделиться от Украины, создать Новороссию. Дальше, вот такой небольшой, но яркий пример. Значит, был лист Министерства образования, так, еще до шанувания, звергания минус вита, еще до шанувания памяти героев небесной сотни та украинских захисників. В феврале месяце, когда вся страна и нормальные люди оплакивали гибель патриотом на Майдане Небесной сотне. Вот вам второй, пожалуйста, принц Крин. Вторая школа, 19 февраля, здесь даже дата хорошо видна, да, вместе с директором школы, под организацией директора школы, празднуют Масляную. То есть все пляшут, веселятся, здесь вот комментарии и так далее. Причем я должна отметить, ни одного воспитательного часа, ни одного мероприятия, вообще даже не прозвучало в эти дни в школе фраза «Небесная сотня, герои Майдана» вообще априори ничего не было сказано. Ну, это такой маленький момент. Дальше, что получается в классе, где, в общем-то, дети проявили себя еще с 10 класса, как патриоты. С февраля месяца 2014 года класс Натальи Алексеевны Рудюк, это классный руководитель, учитель истории и права. Я в этом классе читала русский язык и литературу и занималась воспитательной работой. Дети с февраля 2014 года начали ходить на Харьковский Евромайдан. Вот перед вами сидит мама Наталья Анатольевна Губенко, которая является мамой одного из активных членов Харьковского Евромайдана, школьного, детского. Дети за свой патриотизм пострадали. Наталья Анатольевна, расскажите, пожалуйста. И пострадали, в первую очередь, от директора школы. Как это было? Ну, мой ребенок со своими одноклассниками ходил на Евромайдан. Мы чисто приглашения не получали. Мы ходили в ВКонтакте, собирались, купили за собственные деньги флаг. Футболки купили тоже с патриотическими надписями. Ну, ходили на Евромайдан. В мае месяце директор школы по причине того, что наш класс не сдавал, с 9 класса получается 2 года, фонд школы не сдавали мы деньги, решила уволить, не уволить, а снять с классного руководства наш классный руководитель Наталью Алексеевну. Дети как бы возмутились. Это было 22 мая. 25 мая, 29 мая был последний звонок. Получается, за неделю до окончания школы наш класс, директор школы решила лишить классного руководителя, который этот класс свела с 5 класса. Дети как бы не возмутились, как они могут выразить свой протест. Они решили как бы не ходить на уроки. Но, собственно говоря, это неправильно, но заставить их на урок не срывали уроки, сидели молча и вообще не ходили на уроки. Они нарисовали дома плакаты, вышли перед школой с требованиями вернуть им классного руководителя. Ну, директору, естественно, это не понравилось, что они как бы и сами поедут на уроки, и другим детям мешают учиться. Хотя, как бы, они это делали во дворе школы, ну, во дворе школы, как бы, к учебному процессу. Да, отношения они не имели. Вот. Ну, и, конечно, добились своего. Родительское собрание собрали, пришли представители району. Вот. Ну, вернули нам классного руководителя. Ушли мы на летние каникулы, пришли в сентябре месяце. И в сентябре месяце получился у нас такой, ну, такой случай. Дети вечером на территории школы избили представителей Харьковской молодежной организации или Харьковские партизаны, как они себя называют. Взрослые люди, которые не являются, ну, они совершеннолетние. Вот. Избили шесть человек, в том числе и моего сына. И при этом они это все снимали на видеозаписи, выложили в интернет, поставили их на колени, били. Вот это тоже? Да. Да. Говорят, что, ну, там просто темно, и говорят, что, как бы, угрожали даже ножом оружием. Причем там, говорят, чтобы, ну, мой ребенок стал, чтобы был там взрослый человек, 30-летний, или учитель истории, или, ну, или преподаватель истории. Вот. Вот. Я даже не знаю, я склонна думать, что, может быть, как-то в этом даже замешан директор школы. А как это было? Это было в сентябре месяц. А с чего вы взяли, что-то Харьковские партизаны? У них ошибки были, или что они сказали? Девочки. Детям представили. И мальчик, сын, он не показывал маме этот ролик, он стер. Мы вот буквально на днях нашли его. Да, нашли. У меня сразу об этом не сказал. Я узнала об этом через время. Причем снимали на видео две девочки, одноклассницы моего сына. Они учатся вместе в классе. Получается, изначально, еще когда был выпуск, ну, последний звонок в мае месяце 2014 года, я была на последнем звонке сына и фотографировала. Эти девочки тогда или прикрывались, или действительно, ну, Таниславы Украины стояли, пели гимн Украины. Но при этом, как я поняла, они тоже ходили на Евромайданы и высматривали школьников, своих одноклассников, которые посещали. Получается, информацию или директору школы приносили, или этой Харьковской молодежной организации. Но итогом оказалось, что в сентябре месяце где-то дверь без насилия. Аргументы. За что били и сказали? А, в принципе, у нас есть видео, можно послушать. За то, что... А вы не хотите быть в обеде? Пацаны, не пейте, пацаны, не пейте, пацаны. А, в принципе, подожди. Давайте сейчас покажем, что это не та, которая писали, что вы сейчас не здесь. Я же не знаю, что это будет, что вы сделали. Ничего не кричите. Извиняйте перед народом Харькова за то, что вы тут устраиваете. Заживайте. Ну так ты... 12 октября не улыбается. Извиняйте. Продолжение следует... 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 Все документы об отсутствии сдаем директору школы. Вы не обращались в район? Я вам хочу сказать, мы обращались не только в район, мы обращались и в правоохранительные органы. Есть заявления в правоохранительных органах, есть заявления и в прокуратуре, и не только по поводу сепаратизма. Есть еще заявления о коррупции, которая происходит в школе, но однако реакция полностью отсутствует. Сейчас я дополню немножко. По поводу управления образованием, начальник управления образованием в прошлом году, в мае месяце, приезжал, оказал давление на детей. Потом организовали собрание родительское, где присутствовал работник прокуратуры. Вообще, конечно, это впервые нонсенс, то есть пытались давить на родителей и детей. На родительском собрании присутствовал юрист департамента городского, Олег Михайлов есть такой. Присутствовал работник прокуратуры Осачи, не помню, не имя, отчество. Следователь, которая вела правоохранительные дела. И работники району присутствовали. То есть таким образом пытались оказывать давление на родителей и на детей. Ну и по поводу, мы еще раз говорим, управления образованием. Вот в августе месяце прошлого года написано мое заявление о том, что я в течение учебного года, 2014-2015, отказываясь от заработной платы, считая ее благотворительным взносом, и просила перевести деньги на счет Министерства вооруженных сил Украины. На что очень патриотично отреагировал начальник образования Французского района. Он меня просто уволил. У меня вообще, пользуясь случаем, я бы хотела ему задать вопрос. Несколько раз я пыталась выйти на контакты, попасть на приемы, но он от меня прячется. Вот хотелось бы просто в открытый эфир спросить, а что вообще кадровый бывший военный офицер делает сейчас в управлении образованием, почему он не на фронте, а прячется за спиной женщин в районе. Показывать пример по достачному украине. А специальная причина какая у нас записана, увольнение? Уволнение? Просто обращение у штатов. Хорошо. Из вас кто, получается, в школе работает? Осталась одна я. Вы, скажите, пожалуйста, вот так же появилась информация, что в школе не звучит гимн Украины, что нет флага. Это немножко обойтись, это все правда? Флага, можно я скажу. Я как раз фотографировалась на последнем звонке 29 мая 2014 года. Но это было давно сейчас. Нет, сейчас уже есть. Тогда, ну, просто ситуация, два флагштока будут. Они пустые. Флаг, ну, школа кирпичиками, ну, старая сделана. Флаг, так вот, кирпичики заткнули. При исполнении гимна на 8 марта, когда 10 класс сделал сценку, в конце не гимн спели. Директор школы встала, развернулась и ушла. Это в этом году? Нет, это в 14 марта. Что сейчас? Что сейчас? На 1 сентября гимн звучал однозначно, а после 1 сентября у нас не было таких мероприятий, где бы звучал гимн. Флаги на месте? Флаг висит, но он скомканный очень висит. То есть, если вы подходите к 11 школе и увидите, насколько патриотичен директор 11 школы, сразу видно по флагу и по отношению к государственной символике. Если вы заходите к нам, то у нас практически она отсутствует. Практически. Я хочу добавить, есть нормативные документы Министерства образования вообще о державной символике в закладах освиты. То есть, куточек в державной символике должен быть по требованиям на видном месте. Это же учреждение образовательное, да, скажем так. Куточек в символике у нас был разрушен, сейчас скажу, в 2010 году. То есть, в вестибюле было все как положено, а потом его убрали, сейчас просто развесили фотопой и все. То есть, в школе центрального куточка символики нет, он отсутствует. Ну, может, теперь сейчас услышат по телевидению наш репортаж, быстренько его сделают. Ну, они же, как бы, я же говорила, сепаратизм имеет такое свойство мимикрировать, понимаете, видоизменяться. То есть, в латентной форме, ага, сделали замечание, сейчас мы быстренько вышеламки надели. Но суть сама, отсутствие патриотизма и духа в школе, он отсутствует. Отсутствует. На 9 мая, я вам должна сказать, это вообще была уплачевная ситуация. Я тоже присутствовала в школе, я прихожу, помогаю Наталье Алексеевне готовить выпускной, выпускать детей. Я была, пришла, чтобы провести мероприятие. Был заготовлено масса материала, нам не дали ему мультимедийный проектор, директор просто. Просто его не дала, так, под разными причинами, поводами. В школе в этот день не было проведено ни масштабного мероприятия, не было по классам проведено воспитательных часов. Когда Наталья Алексеевна подошла к завучу по воспитательной работе и спросила, вообще надо проводить воспитательные часы, она сказала, ну на ваше усмотрение, хотите проводите, хотите не проводите. Единственное, да. Это в этом году? Это в этом году. Скажите, а 8 числа по поводу Дня примирения тоже никакой разъяснительной работы в школе не было? Разъяснительной работы не было. Был концерт, который длился 27 минут, пригласили ветеранов, выступили дети, после выступления детей провели ветеранов, напоили чаем с печеньями, ну и все. Перед этим от каждого класса собрали по 100 гривен на продуктовый пакет. В продуктовый пакет входил чай, сгущенка, сахар и несколько пачек печенья. Я отказалась участвовать в этом продуктовом наборе. А кто вообще участвовал деньгами? Деньгами класс, класс, дети, дети. Это деньги из классных нужд. Я отказалась, сказала, что это даже смотрится некрасиво, если у ветеранов это действительно праздник, нужно хотя бы, если мы скидываемся, то нужно поздравить прилично. Дети моего класса пошли в магазин, купили тортик и цветы, и таким образом сходили, поздравили своего ветерана. Я прошу прощения, можно, пожалуйста, послушайте, у нас два вопроса, собственно, коллективных. Первый, потому что мы ждали целый год с момента инцидента, и второй вопрос. Мы не ждали целый год на самом деле. Мы действительно не выходим из отделения милиции, потому что на нас все время пишут заявы. Мы также ходим, пишем объяснение в правоохранительные органы. Дальше у нас судебный процесс у Аллы Дмитриевны, который тоже занимает очень много времени. Плюс работа, плюс дети, которые уж никто не отменял. Что за судебный процесс? По поводу незаконного увольнения. По поводу незаконного увольнения. И второй вопрос, да? Сейчас, что я думаю, тут же пишу. А пояснение, какие вы пишете? Пояснение, ну, например, родители обвинили меня в том, что девочки уехали в ДНР из-за того, что я проводила репрессии. Какие репрессии политические я проводила, я так и не поняла, но заявление родителей в правоохранительных органах есть. Это девочки вот это? Да, это вот эти девочки. Нашли было мое заявление о том, что вообще-то родители должны заниматься воспитанием детей. Да? И это происходило не во время учебного процесса, а вне его. И, извините, что я могу сделать, если родители девочек настроены категорически против Украины. Один из родителей является работником в сфере ЖКХ и находится под влиянием Геннадия Адольфовича Кернеса. И родители девочки, которая была в ДНР и плюс директор школы 1 апреля 2014 года были под администрацией областной во время тех событий, которые происходили в Харькове. А вы на девчатку тиснули? А как я могу тиснуть на девчатку? Я не знаю. Но скажите, это не помст. А вы, извините, пани Алла уже не работает, может у нее выргнуть там помст. Это выглядит как сведение счетов. Мы 23-го года назад вышли с пикета. Сейчас прошел целый год, вы целый год что-то делали. Вот сегодня вышли. Это не сведение счетов. Смотрите, если бы я хотела свести счеты, я, допустим, могла бы выставить плохие оценки детям, да, там как-то прижимать их. Это однозначно. Я этого не делаю. Я историк. И я привыкла в апреля слушать две точки зрения и вполне нормально отношусь, если у детей другая точка зрения. Я пытаюсь им объяснять, да, свою точку зрения. А если ребенок не воспринимает категорически, потому что дома направление пророссийское, новороссийское, ну, я чего смогу. Что сейчас? Как-то более точно перечислить, что сейчас в школе происходит. Происходит. Сейчас. Сепаратизм. Не 27 отношений между детьми какие? Отношения между детьми девочки практически не общаются с ребятами, они не хотят идти на последний звонок выпускной. Ну, вот, как бы... А если без девочки, если в общем... А если общая атмосфера, то про-украинского настроя в школе нет. А как это выражается? В чем это выражается? Это в отсутствии классных часов, которые посвящены и Майдану. Потому что у нас только в одном классе проходил классный час по поводу Евромайдана, по поводу Небесной Судни. Вот и на 8 мая, опять-таки, только один класс, который проводил к дню примирения классный час. Ну, говорят, что надо, чтобы школа была позаполитикой, да? И, может быть, вот этим и руководствуется директриса. Может, еще какие-то вот факторы, которые есть явно, ну, вот... Знаете, когда государство находится в состоянии войны, позаполитикой находиться невозможно. Тут либо ты украинец, да, и патриот своего государства, либо нет. Вы простите, но школа, по-моему, насколько я понимаю, должна быть изначально просто... Это не сцена и не арена для внесения обучения. Однозначно, однозначно. Получается, что вы давите, опять же, вот этим вот патриотизмом, говорят, что вот у вас власть. Нет, смотри, давить патриотизмом не возьму. А по поводу милиции заявления, вот они и сегодня к вам присылают эти заявления? Да, милиция до сих пор разбирается. Милиция до сих пор разбирается, только, знаете, непонятная ситуация. Почему, когда мы обращались в правоохранительные органы по поводу экономических преступлений директора школы... А давайте подробнее об экономических преступлениях. Об экономических преступлениях, пожалуйста. Ну, например, вот у нас был работник школы, который находился в армии, а при этом денежные средства получала школа. А табеля на выдачу заработной платы подписываются директором школы. Ну, например... Я добавлю, можно? Вот, выйдя из криминального проваджения, еще год назад в Фрунзенское отделение милиции как бы поступила информация и заявление, что реестр занесено, вроде как бы прокуратура этим вопросом занималась, но так вот за год мы ничего добиться не можем. Мы пороги отбиваем, нас просто красиво выпроважили. С нами даже ни разу не пообщался следователь по этим вопросам. Просто есть заявление? Да, ну, принято к рассмотрению, ну и все. А в целом... Нужно я еще договорю по поводу экономических преступлений? Пожалуйста. На школу было выделено 98 тысяч гривен на ремонт туалетов. Вроде как на три туалета. Потом мы узнаем, что оказывается не три туалета, а школа дополнительно отремонтировала еще один туалет на первом этаже за 17 тысяч гривен. Тогда у меня возникает вопрос. Если государство отремонтировало два туалета за 98 тысяч, а школа за один туалет за 17 тысяч, то, наверное, либо государство где-то обмануло, либо школа что-то не так сделала. Например, в этом году у нас ремонтировали полы на первом этаже. Полы действительно в жутком состоянии находились. Вместо того, чтобы поменять лаги, вы знаете, да, что такое лаги? Вот. Сделали, сверху набили ДВП и постелили линолюмом. А если вы пройдетесь по первому этажу, то там полы просто качают. Прямая претензия директору, какова? Мы не можем никак понять, спарулируйте. Кроме того, что он покрывает девочек. Еще что-то есть пророссийское? Прямая претензия? Вы говорите, нет патриотизма, есть наклон на пророссийский. Вы можете это объяснить? Каким образом это? Чем это подтверждено? Мы не можем... Гимн на Варуси. Нет, ну Гимн на Варуси не поют однозначно. Мы и проукраинские... Проукраинская тематика точно никак не используемся. Не приветствуется, понимаете? Я же говорю, есть такое понятие, как латентный сепаратист. Конечно, человек тогда, не зная, чем закончится революция видности, поучаствовал в съезде сепаратистов. Потом, когда эта ситуация была шаткая, да, писались доносы за то, что дети там гимн спели и так далее, на меня, еще будучи заучим, на классного руководителя. Потом, когда, извините, ситуация переигралась, да, кепка завернула с другую сторону, то есть человек начал потихоньку мимикрировать, прикрываться. Но это все равно видно, понимаете? Вот действительно, если 11-я школа, директор, ну, патриотично настроен, это чувствуется, это видно. Дух школы есть такое понятие элементарное. Дух школы, вот вы зайдите, посмотрите, и вы увидите. Да, на флаг штуки теперь флаг висит. Ну и что? А что за доносы, вы говорите, писались на как, куда, на кого? На начальника управления образования, то, что дети устроили на территории школы Евромайдан. То есть после 8 марта на сцене спели гимн Украины, ну, как положено, как после Майдана это делали. Ну, вот так, я же говорю, ситуация тогда непонятная была, еще в марте 14-го года. То ли красные победили, то ли белые. У нас есть, это тоже видео, на телефоне у детей, где-то осталась. А кто мне так нравится, то, что директор последствий, он еще есть? А еще доказательства, то, что учителей заставляли выходить, допустим, против Юлии Тимошенко, учителей заставляли выходить на антимайдан. И мы, кстати говоря, с Аллой Дмитриевной впервые вышли в поддержку студентов, которых избили в Киеве, и говорили своим коллегам о том, что детей избивают в Киеве, а вы выходите в поддержку антимайдана. Но это неправильно, мы не имеем права, морального права общаться с детьми, если у нас ценности неправильные. То есть, Наталья, получается так, кроме духа сепаратизма, да, как вы говорите, духа, вот то, что пощупать можно, нету. То, что можно пощупать, пожалуйста, это кефирная война, пожалуйста, это избиение детей. Пожалуйста, на территории школы, пожалуйста, это ком-видео девочек. Это все девочки находятся полностью под покровительством директора школы. А как вы себе представляете признак сепаратизма? Сейчас директор выйдет и будет кричать слова «Новороссия», у нее контракт заканчивается в этом году. Ей нужно его продлевать и как-то работать. Как вы себе представляете признаки сепаратизма? Смотрите, девочки не ходят в школу, при этом, открыв журнал, вы увидите у них отличные оценки. Ребенок, было 20, ну не помню, какое, предварительное тестирование по украинскому языку. Упробное, да? Дети проходили. Директор школы взяла несколько вопросов и дала на уроки украинского языка. Мой ребенок приходит, говорит, вот мы писали, учительница меня похвалила, хорошо написала. Он написал, он написал, потом через какое-то время у нас родительское собрание, то бишь он приходит в пятницу, говорит, что они писали пробное. Ну, посмотрите, учительница посмотрела, какие у меня знания, что там еще на уроке, нужно какой материал добавить, чтобы их подготовить уже 24 апреля, уже к настоящему АМЦНО. Вот второе, во вторник, извините, у нас родительское собрание. Заходит директор школы, родительское собрание «Вопросы-вопросы» и говорит, ну, написали мы пробное тестирование, вот посмотрите, как ваши дети готовы. Результаты, говорит, плачевные. Эти две девочки, плюс еще отличница, написали на 8 баллов, все остальные написали чуть ниже среднего. Нету, да? И я, подождите, я думаю, ну ладно, прошло же на 100, ну, прошло за НМО. В итоге, результаты. Отличница в классе набрала 157 баллов, мой ребенок там чуть ниже. Эти две девочки, которые набрали на ровне с отличницей, одна вообще не прошла порог, вторая чуть больше порога набрала. Вот вам результат. И у девочек открыть журнал, у них отличные оценки, у них все отличные оценки, там 12-11-10, при этом они не уедут на уроки. Ну, поймите, то, что в школах присутствуют любимчики, нелюбимчики, это знают все, но это не доказательство того, что они сепаратисты. Культизируются, понимаете, смотрите, ну, пытаются сейчас раскрутить, вот был проукраинский класс, да, ну, а теперь пытаются подорвать, ну, как бы авторитет классного руководителя, объединяют вокруг себя пророссийских, Ирина Петровна, пророссийских настроенных детей, ну, и которые вот пытаются всяким образом провоцировать конфликты в классе. О, и такой вопрос, а когда вас в последний раз в милицию вызывали, да, по поводу... Недели две назад. А, о, хотя бы это уже можно привязаться. А то есть, и что они вас выясняли? Они у меня выясняли, оказываю ли я давление на детей. И репрессирую ли я их политически. Это не знаю. К какому выводу они пришли? Нет, они взяли с меня объяснение. Они же расследуют еще. А заявление написал в директ? А заявление написали родители сначала папа одной девочке, причем ему выдали документы, хотя не имели право это делать в феврале месяце. А 6 февраля ему выдали документы, а 13 февраля девочка опять поступила в школу. Все это время девочка находилась в ДНР, она общалась с волонтерами с российской стороны. Значит, девочка, когда вернулась в школу 13-го числа, она была достаточно в расстроенном состоянии. Я попыталась с ней пообщаться. Я говорю, Таня, ну давай так, взгляды любые. Скажем так, мне все равно, какие у тебя взгляды. Самое важное, чтобы ты закончила школу и получила аттестат. Ну вот, она как бы попыталась сделать шапку навстречу, но вмешательство директора полностью все, все общение... А сколько они были? Почему они были? Они были, ну вот смотрите, девочка, которая... Как их зовут? Зеленская Татьяна и Шевченко Анастасия. Татьяна, получается, была с 6-го числа по 12-е. 13-го она уже была в школе. А то есть 6-го числа? Февраль. То есть 6-го, получается? Да. А сколько лет? Уже 16-го. 17-го. А как они проехали? Ух, поспели. Детям они рассказывали о том, что их провезли хайнеровцы. И детям говорили о том, что девочки из моего класса рассказывали о том, что вы еще пожалеете о том, что вы проукраинские настроенные. Потому что мы передали телефоны всех евромайдановцев в ГРУ. Когда они придут в Харьков, вас истребят. Как сказать, я хотела, что они были в Донецке. Давайте девочку... Есть. Есть. Да, да. Хотелось бы просто... Да, девочка. Хотелось бы... Сепаратизм, патриотизм. Но вы уже можете, как вы вискниться, сказать более открыто о том, что происходило в вашей школе? В школе процветает коррупция в плане того, что в конце 9-го класса собирали деньги на аппаратуру. В 10-м классе нам ее подарили. То есть подарили школе депутат Ирина Голина. И в 11-м классе тоже с нас собирали деньги. Причем собирали немаленькую сумму. Мы сдавали по 200-300 гривен. А ко мне подошла директор Ирина Петровна и говорит, если я не сдам деньги... Мне там за школу оставалось сдать буквально 150 гривен. Классные нужды по 50 гривен в месяц. Она сказала, что если я деньги не сдам, то аттестат я не получу. На что я пришла, естественно, рассказала об этом маме. Мама позвонила директору. Ну и естественно, уже там сами между собой разбирались. Вы хотели бы услышать, а вы как школьница, может быть, знаете, какие отношения между школьниками? Действительно ли ущемляют проукраинских, скажем так, школьников, либо она... Расскажи ситуацию, когда девочки пришли, когда вы репетировали танец, когда девочки пришли, рассказали, что она... Она расскажет, что она знает. И вы говорите, что там сутки тяг, есть доказательства, что эти девочки были... Откуда вы знаете это? Вы заходите на эти страницы? Раньше я с ними общалась. Ну как общалась? Вот пока я была в 11 классе, мы дружили, скажем так. Но потом была ситуация, когда они меня подставили, ну и общение полностью прекратилось. Уже в 2014, в конце 2014 года. На самом деле отношение от Ирины Петровны, оно предвзято детям девочек. Она всегда упускает. Потому что, как Наталья Алексеевна говорила, двери закрыты в школе до 4-го, до 5-го урока. Мальчиков не выпускают. Мальчики, им там выйти надо в магазин, купить что-то поесть. В столовой как бы они все едят. А девочек выпускают спокойно, то есть двери им открывают, только им что-то нужно. Даже выйти там покурить, к примеру. Елена Петровна прекрасно знает, куда они идут и что они делают. Их все равно выпускают. Мальчиков нет. Никого больше. А, это оказалось. А фотографии в Инстаграме, в соцсетях есть. Ну, я как бы с ними общалась, я заходила. И на тот момент, когда они уехали с Донецка, я тоже с ними общалась. Они мне говорили, что мы все расскажем родителям. Я просила девочке, пожалуйста, я с ними встречалась. Говорю, если бы я хотела вас как-то подставить, я бы это уже давно сделала. Но у меня нет намерения. В соцсетях есть. Да. Фотографии есть. Рассказывали, что найдут деньги на то, чтобы уехать в Донецк. Потом сказали, что это шутка. В итоге, когда я пришла в школу, я узнала, что они уехали. Точнее, я узнала, что они пропали. Еще неизвестно было, что они в Донецке. И, естественно, подняли всех. И родителей, и мама Настя Шевченко мне звонила. В слезах просила, чтобы я с ними встретилась. И отец ее. Ну, чем могла, тема помогала. И фотографии уже потом, ближе к вечеру, они выставили в субсети. И там уже видно, что они едут, когда пересекали границу между Россией и Украиной, въезд в Россию, там большая надпись от России. То есть, как бы они были здесь на Донецке. Есть фотографии там, где они выбивают с ополченцами, наверное. Я не знаю, с кем. Какая надпись в Россию? Ну, въезд в Россию есть больший стенд. Подождите, Россия. Ну, так и называется. Ну, так и называется. Такой стенд есть на границе Луганской и России. А, нет, наверное. То есть, на границе Донецка там такой надпись. Я точно не знаю. Хорошо. Но есть фотографии. Ну, была, по крайней мере. Фотографии чего? Донецка с Россией. Когда они выезжали туда, они ехали на автобусе. И фотографии, когда они выезжали, вот этот стенд написано «Россия». Они туда выезжают, получается, и фотографии. И написано «Наконец-то мы уехали». Полина, скажите, пожалуйста, вот вы, как ощущаете? Вот действительно ли там, может быть, я не знаю, с украинским языком, с украинским гимном, еще чем-то, да, с плаками. Вот про атмосферу. Действительно ли вот она чувствуется, что тут все против украинского? С остальных девочек, да. А так, в принципе, нет. То есть, как бы и дети в школе, все, буквально все за Украину, все ходят с ленточками. На праздники возмущались, что на 1 сентября вот даже шарики были, желто-синие запускали. Хотя у нас обычно запускали вот на мой последний звонок и опускали разноцветные шарики. Ну, а так, в принципе. Ну, сейчас так? Сейчас я вам хочу сказать, что мне директор сказала, что я не имею права заходить в школу. Меня не пускают. Поэтому, как бы, говорите. А, то есть вы... Меня не пускают, да, остальных выпускников пускают. А у меня четкость после, только после уроков. Если мне нужно... Ну, вот, потому что пока я была в 11 классе, я, наверное, единственная, кто имел смелость подойти к директору и высказать все, что я не думаю. То есть, свое мнение. Никто не мог подойти, кроме меня. Я решилась, потому что постоянные упреки в мою сторону. Я не так одета, я не так крашусь. Хотя красилась я вообще минимально, это ресницы буквально. Но это лично. Да, и одеваюсь. Ну, вот так вот. И меня по этому в школу не пускают. Так по поводу Донецка. Все-таки не были в России или в Донецке? Нет, не были в Донецке. Откуда это... Пересечение границы, девочка. Да, пересечение границы. Они проезжали скорее... Ну, я просто не знаю. Я, как бы, уже на тот момент перестала с ними общаться, потому что мне сказали, что я последний человек, и я все испортила. И в том числе, кроме Натальи Алексеевича, именно в АТ-я в том, что они уехали. И это мне папа ее угрожал, проезжал и сказал, что мне дословно-то я тебе торгу голову, если ты еще раз подойдешь к девочкам. Ну, по-моему, это ненормально. У взрослого человека мне будет это говорить. А сейчас у них тревожат уже Харьковские партизаны школы? Честно, я в этом не участвовала. Меня никто не трогает. Сейчас Харьковские партизаны школы не трогают, покачат. Со слов «Таня с Настей» они просили мальчику, чтобы те танцевали с ними на последний звонок. Когда мальчики им отказали, девочки сказали, ну, держитесь, вас поставят на колени. Может, это была шутка, хотя и в прошлый раз так же говорилось, но... Ну, это когда ты тогда шутка? Вот, так это будет буквально неделю-две назад было. А, это мальчикам? Это, да, мальчикам они говорили, поэтому как бы своего молодого человека я, например, не хочу отпускать на выпускной, потому что мне его здоровье важнее, чем выпускной. Вы говорили, что писали заведение в прокуратуру. Ну, катаря-мационистов была ответа. Отписки. Нам приходят отписки. У школы не было никаких проверок? А, смотрите, прежде чем проверка департамента приходит в школу, значит, до этого за несколько дней приходят сотрудники районного отдела образования. Они сидят вместе с директором с администрацией школы, готовят всю документацию, подчищают все. И после этого заходит департамент, который пишет, что все замечательно, все на высоком уровне. А из БУ нам сказали, что пока, ну, как бы, никого не убили, и никого не прибили, ну, как бы, вопросы, какие их не... Можно обращаться только в правоохранительные органы. Скажите, пожалуйста, я хотела уточнение. Значит, мальчик вашего сына избили в октябре. В сентябре, да. В сентябре. Вы не знали об этом и узнали уже после того, как видео нашли? Нет, я узнала об этом в феврале. 30 января вы узнали? Узнали тогда, когда девочки сбежали в Донецкую Народную Республику. А от кого узнали? А от кого узнали сейчас? Смотрите, а 30... Как это было? 30 января я вместе с ребятами репетировала вальс на мероприятии. И вместе с ребятами пришли две девочки. Как раз в это время присутствовала и Полина, поэтому я попросила ее эту ситуацию рассказать. Пришли девочки и начали рассказывать о том, что они сдали ребят Харьковскому молодежному движению, что ребят били, что они снимали на мобильный телефон. И после этой ситуации они ходили на митинги, их увидели и обратили внимание на них азовцы. Азовцы. И девочка, у которой Зеленская Татьяна, она показала представителям азовцев, что вам вот так вот будет. То есть вам россияне отрежут головы. И азовец начал вроде бы ее преследовать. Потом кто-то узнал их мобильный телефон и стали приходить смс с угрозами. Они были обеспокоены и пришли посоветоваться ко мне. Я пообщалась с девочками и сказала о том, что необходимо об этом рассказать родителям. Настя Шевченко сказала, я вас очень прошу, не говорите родителям, мы сами разберемся с этим вопросом. Потому что в семье сложные отношения и мама получит от папы. Я пошла навстречу ребенку, о чем очень сильно сожалею. Потому что я понимала, что папа идет у мамы дома. И пожалела 10 раз о том, что я не сообщила. Через несколько дней девочки уехали в ДНР. Ну такая ситуация. Так а как вы видео увидели? Видео? Мальчика избили в сентябре. А видео? Вы видео, смотрите, видео, вот это видео, которое вы смотрели сегодня, я увидела где-то дня два назад. Этого видео я не видела. А, то есть вы вот недавно нашли видео. А кто нашел? В интернете. Наталья Анатольевна. Я нашла. А как вы что? Случайно начали искать. Да, я искала его, мне было интересно. Ребенок не отказался его показывать. А как вы узнали, что его искали? Откуда вам, что избили ваши родители? Просто историю расскажите, как, что узнали, откуда. Просто непонятно, ребенка избили в сентябре, а вы просто начали искать ребенка. 30 января я позвонила маме и сказала о том, что вот такая ситуация произошла. Что девочки рассказали, что избили вашего сына? А Наталья Анатольевна. Я вначале не поверила, я говорю, да нет, наверное, там Тани не было. Я думала, что он мне об этом бы рассказал. Начала спорить с Натальей Анатольевной. Я говорю, ну не было там моего ребенка, у меня бы ребенок сказал. Ну, ребенок был, уже ходил к репетитору заниматься, пришел от репетитора, я с ним провела беседу. Он говорит, да было. Я говорю, что ты не сказал? Он говорит, а ты бы ничего не сделала. Что ты бы сделала? Это в январе? В январе, да. А пока? Потом. Потом мы пошли в СБУ. Я в милицию не захотела идти, так как у нас милиция. Не доверяет. Да, не доверяет, так скажем, да. Пошли мы в СБУ. Но СБУ мне сказала, что они этим вопросом не занимаются. Милиция, опять меня дослали в милицию. Ну, как бы доказательств-то не было. Я ребенку говорю, он говорит, было видео? Я говорю, у меня его нет. Я говорю, ну где-то же оно было. Говорит, ну да, было. Ну, не хотел мне его показывать. Ну, нашла его. А он знал, что он, в момент, был в Крытии, он знал? Ну, знал, конечно. Они, девочки, сначала выложили на своей же странице ВКонтакте. Они, ну, они же между собой общаются. Они видели это видео на странице, или Таня Зеленская, или Шевченко. Ну, видели это видео. Потом они, получается, его удалили. А почему вот два только дня тому назад, вот уже история, сколько шла, а два дня тому назад только нашли? Ну, извините меня, если бы моего сына, я бы искал бы днем и ночью. Волк, мы чисто случайно его нашли. Вот, то есть я помогала, да, мы чисто случайно нашли это видео. Я не разбираюсь, я, ну, сидели, разговаривали, я говорю, что такое было видео. Ребенок не захотел, пока к одноклассникам обращалась тоже. Ну, все, нет и нет его. Понимаете, какая ситуация, извините, перебью, получилась? Вот в прошлом году, в мае месяц, да, дети поднялись на этой волне, скажем так, патриотизма, Майдана, да, революции, отстояли классного руководителя, вернули. Это уже взрослые дети, они уже сформировавшиеся, это личности, да? И в результате, что они увидели? Глаза руководителя в течение года третируют. Меня уволили. Родители обращались, писали письма в Министерство образования. Я лично с письмом родителей ездила в Министерство Киев. К виду я не попала, но я общалась с Павлом Брониславовичем Полянским. То есть он в курсе этой ситуации. И в результате ничего не изменилось. То есть дети ничего не добились. И родители это поняли, понимаете? И, естественно, 11 класс выпускной, родители ушли в сторону. Дети тоже сникли. Они просто сникли. Я спрашивала Наталье Алексеевне, в сентябре, октябре, что с детьми происходит? Они поникли. Они разуверились. Поэтому не мудрено, что они просто закрылись и в октябре месяце эту информацию. А кому говорить? Они решили сами или смолчать, или по-своему разобраться. Потому что они поняли, что взрослые, даже в этой ситуации, они не способны помочь. Так я так понимаю, Наталья осталась классным руководителем. Они ее отстояли, дети отстояли. То есть они тогда бились того, что она осталась классным руководителем? А дальше результат какой? Начали детей третировать? Управление образования, директор. Вот вопрос к маме. Ваши усилия занижают оценки сознания? Я же на уроках не присутствую. Я на уроках не присутствую. Я же не знаю. Оценки низкие, оценки низкие. Но вот единственный случай, когда мне ребенок говорит, что он учителинца похвалил, он хорошо написал, а директор приходит и... А потом мне. А независимый результат, заново показал совершенно другое. А почему в прессе обратились только сейчас? Я же сказал, боялись. Ага, боялись. А в прессе обратились сейчас? Мы вращались в прессе. Потому что, смотрите, почему вообще этот вопрос по-новому поднялся? Потому что вот эта киферная война у девочки в белой курточке, та Зеленская, Татьяна, видно, что агрессия просто возрастает. С геометрической прогрессией. И дабы приостановить агрессию детей, мы понимаем, что это может закончиться очень плачевно. Если дети кидаются драться и расцарапывают других людей, согласитесь, это ненормально. Чего хотите? Чего хотите? Обратились к нам? Продолжайте как-то борьбу там с милицией, обращайтесь к чему хотите? Нет, дело в том, что на самом деле история, она не закончилась. Это однозначно. Во-первых, с моей стороны, естественно, я сейчас в стадии судебного процесса. То есть юрист от Народного фронта занимается судопроизводством. Этот вопрос на контроле стоит у помощника губернатора Инны Болоте. Далее, должна сказать, я жду решения суда. То есть в любом случае, положительное оно будет или не положительное, хотя там масса нарушений, масса. И однозначно, советник министра внутренних дел ждет решения суда моего. А дальше это уже будут правоохранительные органы заниматься, потому что там уже идет криминал. 172 статья о увольнении по личной неприязни. История эта далеко не закончилась. Она будет идти на работу. Я хочу, чтобы вы брали директора школы. У меня от ней много очень вопросов. Мало того, что к ребенку такое отношение, за его политическое крето, у меня была с ней ситуация, еще у нас двое детей, двое мальчиков. Младшего я перевела со школы. Кстати, я перевела бы и старшего, но он не захотел, потому что класс дружный, друзья, компания. Младшего я перевела, потому что Ирина Петровна устраивала, как я это называю, телефонный аферизм, терроризм, я не знаю, как это называется. У нее поступали звонки в рабочее время, когда ребенок был в школе два раза, о том, что якобы мой ребенок нанес увечья другому ребенку, нужно вызывать скорую, поломанная нога. И она считает, что компенсировать лечение ребенка должна я. Ну, я говорю, ну, хорошо, если действительно мой ребенок виноват, что он упал на другого мальчика и поломал его ногу. Ну, я должна сказать, будучи заучим, это не единичный случай в школе, когда из родителей таким образом вымогались деньги. То есть ребенок получает травму, ваш ребенок ударил, несите деньги, уводит вопрос. Я говорю потом, ну, она мешает трубку, я перезванивала своему ребенку, говорю, Дима, а что случилось? Говорит, я не виноват. Я говорю, ну, как, если взрослый человек говорит, что ты виноват, я говорю, наверное, что ты виноват. Вот, и потом, ну, там присутствовали другие дети, учителя. На следующий день выяснилось, что убежал старшеклассник с 11 класса, сбил этого ребенка, ребенок упал и травмировал ногу. При этом скорая помощь не вызывалась, нога ребенка не была поломана. Мама старшеклассника принесла Ирине Петровне деньги, компенсировала, и она с меня хотела. Когда я пришла, сказала, что я не очень, как бы, мой ребенок тут не виноват и ни при чем. Она говорит, нет, я считаю, что ваш ребенок виноват, вы должны компенсировать. Наталья, скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что девочек, вот этих вот, Татьяну и Настю, используют кто-то в своих интересах? Может быть, какие у нас для этого основания есть говорить? Может быть, это им в голову сбрило, это их, ну, не знаю, либо все-таки их используют в своих интересах взрослые? Дети говорят правду друг к другу, им нет смысла скрывать. Поэтому девочки делятся с одноклассниками, и они эту информацию выдают, что нас используют взрослые люди, что мы попали в такую ситуацию, из которой нам очень сложно выйти. И мы оказываемся виноваты во всем. А мои попытки, еще раз говорю, мои попытки наладить отношения с девочками, то есть у меня не всегда были хорошие, не то, что у меня всегда были хорошие отношения с девочками, но попытки помочь, они пресекаются. После того, как я пытаюсь с ними пообщаться, они быстренько бегут в кабинет директора и рассказывают обо всем, что я пытаюсь. Смотрите, что используют, то есть мы давайте так разберемся. Что используют, да? Что используют? Сейчас я вам уже об этом говорила, что написано заявление родителей о том, что это из-за меня девочки убежали в ДНР, хотя это не соответствует действительности. Ну и Ирина Петровна пытается показать о том, что вот плохой классный руководитель. Ну я добавлю, что основная цель убрать из школы Наталью Алексеевну, Ирина Петровна. Потому что я же говорю, у нас в школе было два учителя-оппозиционера, которые, так сказать, пытались бороться с коррупцией в школе, в первую очередь, да, с хищенными. Я отказываюсь, отказываюсь. Да, Наталья Алексеевна, подожди еще. Смотрите, мол, их используют, вы будете за ДНР, за это мы вам будем ставить хорошие оценки. Вот неужели это так? Так это вы видите? Получается так? Ну, выглядит это так. Получается так. То есть вы должны поддерживать ДНР, вы должны туда... Вы должны, смотрите, я же не присутствую при этих разговорах. Но по вашей версии, по вашей версии. Ну, я думаю, что, наверное, какие-то беседы проходят. Какие-то беседы проходят, раз девочки каждый день туда наведываются. Они же, наверное, выходят на отчет туда. А на сегодняшний день, чтобы вы понимали, в школе уже за этот год два суицида было. Два суицида. А в школе два суицида? Да. Два суицида. Да, последний. Что же суицида? Эта девочка принимала таблетки. Их 60 таблеток было во время перемены. Ее спасли, вызвали в скорую хромачь. Сколько девочки? Ученица девятого класса Иванова Александра. Иванова Александра. И вторая? В первом семестре. Или во втором? В первом. В первом семестре. И вторая ситуация буквально вот в четверг. Это девочка, которая пыталась перерезать ее на себе. А чем они объясняют? Ситуация со второй девочкой, насколько я понимаю, она неизвестна. Причина, почему это происходило. А с первой? А с первой девочкой через все соцсети договорились в один день хочет жить самоубийством. А с первой девочкой кто-то вообще разбирается в этих ситуациях? Ну разбираются. С точки зрения, а вдруг плохая разбираются. Скажите, в каком классе вы вас руководите? В 11 классе. И девочки в 11 классе учатся. Ваш ребенок в каком классе? В 11 классе. Тоже в 11 классе? Наталья Наталья. Мой ребенок в 11 классе. Все, да? В 11 классе. А, 11 А, ВВКТ. А, у нас 11 А. Ну все так. Скажите, пожалуйста, я вот просто так понимаю, что учебный процесс, он предполагает обязательные классные часы. Ну то есть вот патриотическое воспитание, я не говорю сейчас о политическом. Майдан, найти майдан, то есть объяснение украинской символики, исторические какие-то сведения. То есть можно, ну вот просто проходят ли такие общеобразовательные и общеобязательные классные часы? Или воспитательные часы? Общешкольных мероприятий нет, общешкольных нет, а по классам я могу отвечать только за свой класс. А у вас же есть такое, что вы приходите смотреть друг к другу на уроки. Кто, такого нет? Ну мы не приходим друг к другу на уроки. А я не знаю, это показательные классные часы или как-то... Отказательные часы, а программы не только есть никаких часов. Если сейчас не еще эти... Нет, вообще обязательность есть, просто у вас это... Отсутствует полностью учебно-воспитательный процесс, это если сказать вкратце. Контроля нет вообще, управленческой деятельности нет, это я вам говорю как бывший заучник. Директор, я как бы подходила в прошлом году, спрашивала, он говорит, вы видите, как вам дети относятся, как вам к вам отношусь я. Она говорит, да, я вижу, мне все равно, я делаю свою работу, мне не важно, что обо мне думают дети, и не важно отношение детей к ней, ее никто не во что не ставит. К ней нормально никто не относится. Понимаете, глаза, да, все улыбаются, естественно, а вдруг аттестаты спорят, а вдруг со школы выгонят, не дай бог. А за глаза дети говорят совсем другое, так же, как и я. Хотя, ну, я за глаза никогда ничего не говорила, если я что-то думаю, и я подхожу и говорю. Так, в принципе, ну, я просто человек такой, если я что-то думаю, я всегда говорю. И у нас есть сайт школы, где можно писать свои комментарии по учителей, ну, в общем, короче, про школы. Что там пишут? Да. Пишут про Ирина Петровна только гадости. И дело в том, что эти гадости вырезают. Я описала свое мнение по поводу того, что вот Наталья Алексеевна опять же говорят, что это плохая, но у тебя она плохая. Как педагог прекрасная, вообще просто материал доступно объясняет, и все откладывается очень даже хорошо. В плане человеческого отношения, всегда всякие концерты, праздники в классе, даже вот там стол накрыт, всегда делает Наталья Алексеевна безвозмездно не собирает на это деньги, ни в коем случае, ни с кого, никогда, никогда вообще. И меня выложат, хотя я не с ее класса, но тем не менее, меня всегда за руку пишут. Можно я вот резюмирую нашу пресс-конференцию? Как в такой школе, если нет, не выполняется даже обязательная воспитательная программа в школе, я имею в виду государственные, государством установленные воспитательные часы, как воспитывать в такой школе патриотов? Не только воспитательная, но учебная программа тоже не выполняется. Ну, а как у нас решаются все вопросы? Учебные на своем месте. Вот мы говорим, да, еще одну пыль. Не профессионализм человека, а жутчайший. Ну, человека держит, он их устраивает. А устраивает, мы прекрасно понимаем, в каком мы городе и как система действует. Человек просто решает свои вопросы, вот и все. Городские власти прикрывают. Жутчайший, дремучий непрофессионализм. И непатриотизм – это однозначно. Можно масса нюансов, недоделок в любой школе есть. Охватить учебные процессы воспитательные – это сложно. Но его нет, он просто отсутствует. Все выборочно, хаотично и так далее. Основной, я так поняла, смысл – это сделать фотографию и разместить на сайте, что что-то проводится. Ну, это уже вопросы больше образования, и, наверное, директору департамента образования. Как такого человека держит? А деньги на школу сдавали в конце года, когда пришла журналистка, вот эта девочка, когда показывали, в каком состоянии находится школа. Трубы на заднем дворе, детская площадка, то есть спортивная, там, где дети занимаются физкультурой, трубы острые. То есть, если ребенок упадет, ударится, можно разбить голову, мотору можно разбить, можно пробить голову. Ну, естественно, после этого приехала девочка, там, репортер, трубу обрезали. В школе поменяли окна некоторые, которые были разбить. То есть, к вам в школу нужно направлять репортеров? Приезжайте домой, на дожди. Да, вот, едьте, едьте. Но деньги собираются чуть ли не каждый месяц на ремонт. Нет, здесь вот есть масса информации, она есть у правоохранительных органов. Мы писали заявления, прикладывали все отчеты. Собирались деньги на двери 22 тысячи. Дверей нет уже четвертый год. Деньги сныплые. Туалеты делали тоже деньги, куда-то пропали с третьего туалета. На подарок в школе собирали 8 тысяч. Это такие вот моменты. А если посмотреть эти отчеты, здесь у нас есть фальсификация. Коррупция зашкаливает. Спасибо большое, что набрали смелости, пришли и рассказали.